Что будет уметь человек, который отучится в данной магистратуре? Во-первых, он будет ориентироваться в современном литературном процессе. Вы сможете преподавать в 10-11 классе и сможете задать старшеклассникам такие головоломки, чтоб вам было не скучно на ваших уроках. Потом вы сможете преподавать уже в вузах, почему бы и нет. Вы сможете быть журналистом, писать литературную критику, писать для хороших изданий, глянцевых и строгонаучных и литературно-художественных толстых журналов. Я занимаюсь литературной критикой, я литературный обозреватель, пишу статьи, рецензии как раз о современной литературе. И в один момент я понял, что мне не хватает знаний по истории литературы, причем по 20-му веку. Я уже преподаю в лице Высшей школы экономики и, возможно, с будущего года буду преподавать еще в одном университете, но это пока вопрос. Также я пишу различные литературические тексты, критические статьи. Я работаю в гимназии, в которой есть направление развития читательской грамотности. И данная магистратура помогает, собственно, включаться в работу этой гимназии. Больше всего мне нравилось проводить семинарские занятия, которые были интересны, то есть где ты можешь высказывать свою точку зрения, где ты знакомишься с новыми писателями, с новыми текстами, где также семинарские занятия вне стен университета. Это работа в музеях, в музейном пространстве, экскурсионные какие-то программы. И идет полное погружение в этой магистратуре, полное погружение в литературу, в контексты. Некоторым удивлением стало то, что образование было одновременно и широкопрофильным, и узкопрофильным, то есть я многое узнал по тем предметам, которые мы изучали, но при этом мы действительно часто ходили и на театральные постановки, и в музеи. Я шел к хорошим преподавателям, и хороших преподавателей получил. Я ожидал, что напишу магистрскую диссертацию, это все в процессе. Пишутся статьи, совершаются какие-то культурные походы, поездки. Так мы с Ольгой Фоминичной Ладохиной съездили в Архангельскую область, в Конышу и в деревню Норинское, где отбывал ссылку Иосиф Александрович Бродский. Провели там несколько экскурсий, послушали местных краеведов и очень остались довольными. С Элеонорой Федоровной Шафранской ездили в переделки на дачу Бориса Ленинича Пастернакова. Продолжение следует...